Действительно, наверное, для этого мероприятия тема не совсем космическая, но тем не менее, поскольку все-таки сериализм Дали, он, наверное, имеет прямое отношение к многим визуальным образом наполнившим и кинематограф, и различные литературные произведения здесь рассматриваемые, то, наверное, есть смысл об этом поговорить, тем более, что вот первую часть лекции я бы хотел посвятить более общему вопросу о том, вообще, как взаимодействуют науки и искусства технологий, очень коротко, ну а потом уже вы видите здесь последовательно рассмотрены те научные увлечения Сальвадора Дали, которые мне удалось разыскать, и, конечно, эта презентация, эта лекция, она не искусствоведческая, безусловно, и она дает совершенно другой взгляд на этого великого человека, который, в общем, не всем известен, эта сторона его творчества. Ну, на самом деле, вот, когда мы читаем стандартные лекции по науке, искусству, технологии, мы рассматриваем вот это треугольное пространство, в котором, собственно, эти взаимодействия происходят, говорим о двух полушариях мозга, креативном и рациональном, и много-много чего произносим правильного, про то, что наука с искусством не должна не столько конфликтовать, да, сколько взаимодействовать синергетически. Можно давать определение, да, вот этим вершинам треугольника, можно рассматривать, какие влияния там по часовой стрелке, против часовой стрелки в этом треугольном пространстве возникают. В данном случае я выделяю те взаимодействия, которые имеют отношение к предмету лекции, а именно, поскольку Сальвадор Даляли сотворяет вот эту арт-свершину, то, безусловно, он очень был восприимчив к новым технологиям, к новейшим технологиям своего времени, с одной стороны, а с другой стороны, как выясняется, он был в курсе, но нельзя сказать, что он был в курсе, но он там практически ничего не понимал, да, но поскольку он очень следил за развитием современной ему науки, то он был не чужд и общефилософских концепций, и фундаментального знания. Таким образом, вы увидите, что в своем творчестве он отражал не только технологические достижения, но и совершенно фундаментальные вещи, типа квантовой механики или генетических открытий. Исторически разговор про науки и искусство можно вести, начиная от греков, начиная от того, как геометрия вклида повлияла на энтазисы колонн, курватуры стилобатов и всю греческую архитектуру, о том, что в средние века науки свободных искусств изучались в первых университетах, и математический квадриум, и гуманитарный триум были не только дисциплинами и науками, но еще и искусствами. Можно даже привести такой пример насчет всем известной нам католической розы, да, витражной. Так вот, на самом деле, в основании этого символа, этой эстетической картинки лежит теория Большого Взрыва в прочтении средневековых ученых. Роберт Гроссетес написал такую книгу «Свет светов» или «Иерархия света», где рассказал, как из бесконечно светящейся точки формируется Вселенная путем его расширения, формирование сначала светоносных сфер, более, менее ярких, да, ангелов, архангелов, херувимов и так дальше. Дальше свет распространяется до краев Вселенной, формирует неподвижные звезды, сферу, после этого отражается от него, идет обратно, формируя там хрустальные сферы планет, лунную сферу и уже все, что на Земле. Таким образом, с одной стороны перед нами такое эстетическое восприятие, с другой стороны, если говорить современным средневековым языком, то это такая фундаментальная научная гипотеза. В Ренессанс, все мы хорошо знаем, и не только по фигуре Леонардо, но и по многим другим титанам возрождения, как они уважали науку, и само слово перспектива, это на самом деле не что иное, как латинский перевод греческого слова оптика, и Альберты, Бронелески, и все прочие, они просто начитались учебников университетских, после этого применили уже в художественном преломлении для более адекватного отражения трехмерного пространства на двумерной плоскости. Очень интересная история, просто не имею возможности это все рассказывать, произошла в голландском городе Дельфте в XVII веке, где на одной улице жили Антони Ван Левенгук, изобретатели микроскопа, Ганнес Вермеер, дружили, знали друг друга по гильдии Святого Луки, в которой объединялись художники, ученые, стекольщики, очковые мастера, ну и после чего разникла вот эта известная история о том, как Вермеер писал картины с использованием камеры обскуры. Это хорошо очень показано в фильме «Девушка с жемчужной сережкой», если не видели, обязательно посмотрите. Ну, собственно, да, там по очень многим деталям этих картин можно, и не только его картин, можно практически с уверенностью сказать, где и в каких вариантах художники использовали оптические приспособления. Об этом хорошо написано у Дэвида Хокни в книге в английском переводе «Secret knowledge» или в нашем «Секреты старых картин». И вот, кстати, Чарльз Фалько, наш коллега из Университета Аризоны, который в том числе принял участие в этом году в программе эрмитажной, нашего университета эрмитажа, семинара «Наука и искусство в музее». Вот он, собственно, сыграл роль Левенгука для Дэвида Хокни. И вот этот классик современной английской живописи, он как раз написал очень хорошую книгу, где вот это взаимодействие художника и ученого, правильное взаимодействие, да, оно отражено в полной мере. Ну а теперь, собственно, про Сальвадора Дали. Ну, во-первых, немногие знают, что Сальвадор Дали всю свою жизнь с юности выписывал в журнал Scientific American, каждый номер прочитывал от корки до корки, особенно в последние годы жизни, в зрелом возрасте, он стремился обязательно встречаться с авторами наиболее понравившихся ему статей. И он лично был знаком с 15 нобелевскими лауреатами, так, на всякий случай. Вот. Одна из выставок Дали сопровождалась каталогом, где вот хорошая фраза прозвучала. Ссылки там есть везде, я просто не точно библиотекартические делаю, но если интерес будет, я могу сказать, откуда это. Ну вот посмотрите, значит, про эту самую плотоядную рыбу, которая плавает между холодными водами искусства и теплыми водами науки. Значит, сам Дали свою роль в соединении науки и искусства обозначил вот очень точно и интересно. Значит, вот эту роль королевского шута, то есть роль человека, которому, в принципе, дозволено говорить многое, чего нельзя говорить другим, да, и как бы прикидываясь таким простачком, он все-таки излагает и иногда произносит и взаимодействует на людей довольно глубокими идеями и мыслями. И вот эта позиция королевского шута, задающего нелепые, на первый взгляд, вопросы, сбивая людей с толку, заставляя мысль пульсировать, открывая ей новые горизонты. Вот это его было кредо. А понятно, что его необходимость эпатировать публику, она еще выразила в том, что свой метод соединения науки с искусством он назвал паранойя критическим и очень много об этом писал. Дальше будут соответствующие цитаты. Ну вот, действительно, этот вот интерес его, я уже сказал, я его подчеркивал, он постоянный был. Понятно, что он, кстати, много раз писал, что я прочитал что-то, ничего не понял, но это, безусловно, великие слова, великие книги. То есть, в нашем понимании, человек, когда ничего не понимает, скорее всего, он этого там не любит, не хочет об этом слышать, говорит, что этому неинтересно. Здесь несколько обратная ситуация, вообще обратная. И вот этот самый паранойя критический метод. Значит, дабы проникнуть в суть реальности, у меня есть гениальная интуиция, которой я пользуюсь как самым замечательным оружием. В мистицизме есть та самая интуиция, позволяющая постичь смысл происходящего. Я очень коротко вначале с вами сказал относительно того, что это соединение рационального и метафизического начала, оно на самом деле действительно способно давать уникальный, фантастический результат. Вот Сальвадор Дали, в моем понимании, это один из таких примеров, где вроде несоединимые с наукой мистические, метафизические вещи, они, тем не менее, соединились. У него было, конечно, довольно много любимых тем, никто не говорит, что он был в курсе всех научных достижений. Но вот про какие-то наиболее ключевые моменты я и буду говорить. Дальше про это не будет, но теория эфира уже во второй половине XX века фактически заменила квантово-механическая гипотеза, теория. Но, тем не менее, вот это существование некоего объединяющего космического клея для него было, конечно, очень привлекательной идеей. Ну, он был как раз свидетелем первых атомных взрывов, развития атомной энергетики, и он об этом тоже много говорил и отражал в своем творчестве. В какой-то момент он даже сказал, что вот его, если вот то определенных событий больше интересовал доктор Фрейд, то после этого, после прочтения каких-то статей, он уже стал прикладываться перед доктором Гейзенбергом. Он был знаком с открывателями двойной спирали ДНК, об этом тоже много говорил и отражал в своем творчестве. Ну и последнее, по времени его увлечения, это теория Дрейфа-Материков, теория катастрофы Ренеатома. Он с ним тоже был знаком, и это повлияло, ну, буквально, самые последние произведения Дали, они посвящены были уже вот этому. Итак, да, ну, прежде чем к неким частным вопросам над науком перейти, да, вот две метанауки, философия и математика. Какие отношения у Дали были с ними? Ну, что касается философии, то здесь вот последовательно три цитаты есть, которые говорили о разном отношении Дали. Ну, вот к Ницше у него было негативное отношение, вы видите его цитаты, его слова, что это был просто слабак, позволивший себе слабость делаться безумцем, хотя главное в таком деле как раз в том и состоит, чтобы не свихнуться. Более благоприятное впечатление на его призвать философия Канта. И вот здесь как раз то, что я сговорил, значит, вот, да, из Канта я не понял ровным счетом ничего, и это наполняло меня гордостью и удовлетворением. Я обожал блуждать в лабиринте его рассуждений. Человек, написавший такие важные и бесполезные книги, был не иначе как гением. Ну, и, конечно, наиболее известная история, это история его не просто знакомства, да, я имею в виду знакомство не только с теорией, но и личное знакомство с Фрейдом, и взаимное их влияние, не только Фрейд повлиял на Дали. И они были, они знали друг друга. Фрейд, конечно, в этот момент уже был постарше, но молодой Дали, тем не менее, произвел на него очень хорошее впечатление. Так вот, смотрите, что пишет Дали о Фрейде. Его тексты показались мне главным открытием моей жизни. Я был измучен тисками самокопания, и не только интерпретацией снов, но и всего, что бы ни происходило со мной, каким бы случайным оно ни казалось, на первый взгляд. Но теперь посмотрите, что пишет Фрейд в письме Стефану Цвейгу. Вот фотография, значит, еще даже не совсем можно узнать Дали в молодости, вот включите их, и соответствующий портрет Фрейда в его исполнении. Итак, Фрейд писал, «До сих пор я был склонен расценивать сюрреалистов, которые, кажется, воспринимают меня в качестве своего святого патрона, как стопроцентных дураков. Этот молодой испанец с его бесхитростными, фанатичными глазами, а также несомненным мастерством и техническим совершенством понуждали меня к совсем иной оценке». Ну вот мне на самом деле очень нравится эта фотография. Вы видите, что идет этот диалог, да, они в совершенно неопряженных позах сидят и общаются, и это уже демонстрирует и для молодого Сальвадора Дали большой интерес к научным рассуждениям. Дали и математика. Ну, это более конкретная вещь. Ну, безусловно, как великий художник, он не мог обойти прямую тему влияния геометрии на живопись и все, что касается перспективы, пропорций, гармонии, золотого сечения. Тут ему помогали некие современные математики. Но исходно он знакомился с трудами ученых и художников Ренессанса. Вот Лука Пачоли, друг Леонардо да Винчи, известный математик того времени, который много писал о божественной пропорции. И Дали очень хотел воплотить эти рассуждения в своем творчестве. Вот в этом помогал ему, в частности, математик румынский Матила Гик. Он был автором книги «Эстетика пропорций в природе и искусстве». Это еще до-мандельбротовское, дофрактальное рассуждение на тему того, как геометрические закономерности отражаются в природе, причем повсюду. В ракушках, подсолнечных, сосновых шишках, листьях, лепестках и так далее. Так вот, именно Матила Гик ему помогал рассчитывать. В частности, мы к этой картине будем еще возвращаться. В атомной леди, помимо сюжета, связанного с Галой и с Лебедем, все, что касается этого пьедестала, разделенного на части, почему он разделен на части, это мы отдельно поговорим. Вот там присутствуют пропорции и расчеты по золотому сечению. Очень интересная история с этим носорогом. Может быть, знаете, может нет, может потом после лекции еще заинтересуетесь, посмотрите. У него действительно в очень многих картинах вот этот носорожий рог присутствует. Причем иногда его можно узнать, иногда нельзя. Но идея, которая очень понравилась Сальвадору Дали, заключалась в том, что он прочитал, что рог африканского носорога есть идеальное выражение логарифмической кривой. И вот эти слова, соединение носорога с логарифмами, так его поразили, что дальше он не только использовал вот эти изображения, да, и все время повторял, но даже вот вы видите, когда он работал над своим вариантом кружевницы Вермеера, он просто писал картину прямо в загоне с носорогом. Вот, ну и здесь вот тоже, вот эти вот кривулины, это все как раз вот носорожье рога. И они есть очень много где. Вот это как раз про кружевницу. Здесь история такая. Вот он саму эту картину, много о ней писал, и считал, что эффект этой картины достигает за счет того, что мы не видим движений кружевницы, да. И вот эти движения, вот он их как-то так вот представлял себе, да, как она это все делает в динамике, он как раз тоже сопоставил с логарифмическими кривыми, и его, значит, вариант как раз, вот он, да, он тоже наполнен вот этими рожками, отображающими в данном случае некие-некие такие логарифмические движения кружевницы. Есть прямые и довольно много прямые использования вот там нумерологии или вот изображения цифр прямо в картинах. Вот не очень четко это видно вот в кусочке из картопалатной битвы при Титуане, хотя здесь тоже вот есть, это десятка на угодной леднице тела Галлы, и такая же десятка есть на его лошади. Вот, но более четко это, например, можно увидеть в его варианте Менин-Веласкеса. Ну, здесь вот как раз не очень хорошего качества, но тем не менее, вот вариант Галласкеса, да, известное полотно, а вот вариант Дали. Ну, наверное, можно действительно прочитать те или иные цифры в формах, представленных в первоисточнике. Ну, вот вместо вот этого тут у нас семерка есть, да, это в виде пятерки, ну, здесь очевидная восьмерка, собачка, это такая двоечка тут и так дальше. И вот в результате у него вот этого внимательного, такого номерологического рассмотрения картины появилось магическое число Веласкеса, которое, вот он, как выразился Дали, способно изменить историю искусства. Я еще раз повторяю, что перед нами не попытка каких-то строго научных подходов к живописи, а это эпатирующее, это очень символичное прочтение вот соединения рационального и эстетического в голове, ну, такой абсолютно экстраординарной личности. Именно это нужно иметь в виду, а никто не утверждает, и я далек от этого, что он был там ученым или пытался даже стать таким, да. Далее и квантовая физика. Ну, он сам писал, что вот события первой атомной барбелировки его потрясли, вот даже сейсмически потрясли, и фактически они стали открытием его нового периода творчества, атомно-мистического. Значит, его понимание вот этой новой для него сущности атомов или вот частичек внутри вещества, находящихся в движении, причем не соприкасающихся друг с другом, и кроме того, значит, фактически речь шла о том, что вся материя — это пустота на очень небольшой процент, состоящий из частичек, еще раз повторяю, не соприкасающихся друг с другом, и вот это его-то как раз подвигнуло не в сторону материализма, а как раз в сторону того, что это для него было доказательством присутствия Бога в материи. Ну, опять вот смотрите из него цитата. «Я хочу изобразить красоту ангелов и реального мира с помощью пимизонов и нейтрино, самых студенистых и неопределенных. Мир физики более трансцендентален, чем мир психологии. Прощайте, доктор Фрейд, добро пожаловать, доктор Гейзенберг». Уже если бы следующую квантомеханическую идею описывать, которую он в какой-то степени освоил, это вот принцип неопределенности Гейзенберга, о том, что невозможно что-то изучать, не вмешиваясь в этот процесс. Мы всегда своим наблюдением меняем сущность и то, что мы не можем предсказать будущее. Хотя Эйнштейн не верил, что Бог играет в кости, и поэтому не очень хорошо относился к квантомеханике, то здесь как раз была обратная ситуация. Это три полотна из этого атомно-мистического периода. Про атомную леду мы уже говорили. Мадонна, порт, легата и ядерный крест. Есть еще многие другие, но тем не менее, что общего? Он разнимает материю на части. Вот они как раз эти кванты, эти частички разделенной материи, не соприкасающиеся друг с другом и представляющие из себя суть божественного начала в материи. Вот прямые цитаты. Вот этот принцип несоприкосновения. Почему он оказался ему очень близок? Поскольку еще с детства он вообще исповедовал теорию несоприкосновения тела, терпеть не мог никаких физических контактов, тоже, наверное, вы это знаете, руки никому не подавал, и фактически позволял трогать себя только вот в свою голову. И вот он увидел, что то же самое существует в микромире. Мир материальный оказывается устроен на духовных началах. Даже море изображено парящим, не соприкасающимся с дном. Вот что говорил Далия о корпускулярности. Это символизирует дематериализацию являющейся физики в наш атомный век эквивалентом божественной гравитации и даже антигравитации. Смотрите, какая вкусная цитата. Богородица возносится к небесам непосредством... Так, что-то я... никто нажал? Пропал, да. Наверное, батарейка сила. О, сейчас. Да, есть? Нету. Пропал звук? Извините. Да, спасибо. Богородица возносится к небесам непосредством молитвы. Она возносится так, благодаря действию антипротонов. Еще одна картина из этого периода. Рафаэлевская голова, разлетающаяся на куски. 51-й год. С одной стороны перед нами, ну, все-таки Ренессанс, Рафаэль, барочный купол. Вот. Но, тем не менее, голова разделена на части. Она квантована. Она разделена. И, кстати говоря, более того, это опять-таки вот эти маленькие носоружья рожки. Тут присутствует. Значит, разрозненность формы по замыслу художника должна была наводить на мысль об атомной бомбе и ядерной физике. Следующая тема, это как раз вот генетическая, да. Опять-таки, Сальвадор Дуали был современником этого открытия. И вот эти двое людей, Фрэнсис Крик и Джеймс Дьюи Уотсон, нобелевские лауреаты, получившие, собственно, за открытие двойной спирали премию, он очень хотел с ними познакомиться, в итоге познакомился. Вот. И очень много их расспрашивал. И действительно, очень, опять-таки, своеобразно с точки зрения там монархизма, божественной сущности, голубой крови. Для него вот это открытие, оно оказалось подтверждением, опять-таки, нематериалистических его воззрений. Ну, видите, да, вот в чем я вижу неопроверзимое доказательство существования Бога. Ну, одна из тоже известных картин, это вот просто название, да, «Обнаженные дали, содержащие распад пяти правильных фигур, в которой внезапно появляется Леда Леонардо да Винчи с набором хромосом Галлы». Тут есть и квантованность, да, и вот эти частицы, несоприкасающиеся, и хромосомы еще к тому же. Ну, вот прямо изображение двойной спирали. Вот, ну, я уже несколько раз говорил, и вот эти цитаты это подтверждают, что вот он просто был обязан эпатировать публику. Ну, и очень интересная вот эта история про ответ на вопрос Мэттера, кто такие ангелы? Мадам, ангелы — это такие крошечные существа, которыми набиты мужские яички. Ну, и в другом месте сперма обладает ангельскими свойствами, поскольку является резервуаром для еще незачатых существ. Они потенциальны ангелы, но совсем не обязательно станут ими. Значит, сфереализм в сочетании с теорией двойной спирали ДНК, теорией передачи и сохранения генетической информации, он оказался для него, может быть, даже вторым по значимости после квантово-механических увлечений. И надо сказать, что даже он воспринял идеи, не только те, которые лежат на поверхности, но и довольно глубокие вещи, о которых большинство просто даже и не знает. Ну, во-первых, и для меня тоже было открытием то, что сам Дали писал о своих многочисленных этих плавленных, мягких часах, о том, что это выражение, носитель информации с историей ДНК. Значит, я уже говорил об этом, поскольку вот эта генетическая передача информации из поколения в поколение для него подтверждала и идеи аристократизма, монархичности, голубой крови, вот, но даже, вот, моральные законы оказались, ну, в этом смысле старше, чем скрижали Моисея. Вот, а если говорить вот про то, что он писал о своих мягких часах, то вот для него это были носители информации о незапамятных желатинообразных временах, и это есть не что иное, как специфическая ДНК, называемая спящей, в которой заключена память вида. Обращаю ваше внимание, что фактически перед нами научное определение, то есть есть вот эта спящая часть ДНК, которая, в принципе, нам с вами в последней жизни не нужна, но она-то как раз имеет наиболее там древнее происхождение, и она несет в себе память о таких временах, которые не связаны с ближайшими поколениями, с родителями или прородителями. Я уже анонсировал, значит, это одно из последних по времени его увлечений, вот эта теория движения мотивериков, теория катастроф Рене Тома. Они были очень хорошо знакомы друг с другом, но интересное само начало их знакомства. Опять-таки он прочитал про это в Scientific American, дальше он говорит, что это самая красивая эстетичная теория в мире. Мне самому очень хотелось поговорить с автором, но я побаивался, что он меня высмеет. Поэтому я дипломатично дождался благоприятного момента, оказался его попутчиком в кабине лифта и заговорил с ним. А заговорил он с ним по поводу вот того переживания, которое он до этого уже ощутил. Потом он прочитал в одном из вариантов вот этой системы теории движения литосферных плит, что вот Испания в данном случае, то есть испанская часть, она вращается вокруг некой точки вблизи Перпиньяна. И вот на эту тему он заговорил с Рене Томом, а тот ответил, значит, не просто подтвердил его слова, но сказал, что могло вручаться, что вся Испания вращается в точности, не приблизительно, а в точности, вокруг того пункта, где располагается сегодня, тамошний железнодорожный вокзал. А надо сказать, что вот этот вот экстаз Дали как раз пережил именно на вокзале Перпиньяна. Есть фотография его на фоне этого вокзала. И вот в своем дневнике в 64-м году он как раз описывал вот это событие. 19 сентября 63-го года на вокзале в Перпиньяне я пережил некий космогонический экстаз, гораздо более сильный, чем предыдущие. Не было ясное видение устройства Вселенной. Ну вот можно было, можно сказать, что, наверное, Рене Том немножко ему подыграл. Вряд ли с точностью там до десятков метров можно было эти места вот катастрофических разломов определять, но тем не менее они нашли вот общий язык. И после этого Сальвадор Дали посвятил Рене Тому две последние свои работы. Одно вот это топологическое похищение Европы. И второе, касающееся вот этого ласточкина хвоста. Дело в том, что вот книга Рене Тома «Стабильность структуры и морфогенез», она содержала в себе научную классификацию геометрии разломов земной коры. И один из них был вот этот, то есть семь, он насчитал семь, ой, миновато, семь элементарных катастроф. И один из них был как раз вот этот ласточкин хвост. Это на самом деле кривая вот такого типа, она имеет совершенно определенное научное, ну, математическое выражение. Если кто-то хочет внимательнее почитать, пожалуйста, тут даже есть соответствующие уравнения, я не знаю, что происходит. То ли я что-то делаю не так, то ли батарейки тут садятся. Теперь тот заработал. Но это вот что-то метафизическое происходит по ходу дела. Итак, вот это, кстати, последнее произведение, 83-й год. Здесь есть, ну, вот что-то типа такой вот спирали с буквой Д, знаки скрипичного ключа и вот эта знаменитая кривая ласточкина хвоста. Значит, ну, не могу просто в режиме такой одной лекции рассказать про все его достижения, в том числе изобретения, но я просто их перечислил. Это реальные вещи, которые... Значит, есть вот фундаментальные теории, мы в основном про них говорили, а вот есть такие прикладные вещи, которые тоже оказались в поле зрения Сальвадора Дали. И он довольно много работал над ними. Значит, вот создавал очки-калейдоскоп, преображающий действительность для того, чтобы, если автотурист едет в какой-то там скучном пейзаже, чтобы им было повеселее. Вот туфли на ресорах, чтобы с наглазацией ходьбой. Хитроумный грим, истребляющий тени. Дали потратил несколько месяцев, он ездил в Японию для того, чтобы выяснить вот тайны грима Гейдж, поскольку действительно, даже когда вы на них вблизи смотрите, там настолько белое, да, настолько выбеленное, что вы не видите не только теней, даже не понимаете вот объема, они становятся плоскостными. Он работал над фотомасками для папарацци. Пластиковое кресло, застывающее в точном соответствии с фигурой хозяина. Вот девушкам нужно понравиться. Накладные ногти с маленькими зеркальцем в каждом из них, чтобы не смотреться. Прозрачный манекен, только которого льет воду, запускают рыбок, чтобы дать наглядное представление кровообращений. Ну, вот тоже манекен не только для того, чтобы демонстрировать одежду, но еще попутно люди бы узнавали чего-то про физиологию или анатомию. Этот список можно продолжать, поэтому, значит, на этом мы закончим эту часть. И я... Сколько у меня еще времени есть? Еще есть времени. Ну вот, поскольку я представляю Университет информационной технологии, механики и оптики, и сам занимаюсь в основном оптикой, в том числе голографии, то, конечно, я не мог пройти мимо такой для меня интересной темы, как Сальвадор Дали и голография. Честно скажу, что до того, как меня попросили такую лекцию подготовить, я про это ничего не знал. И, конечно, я был очень удивлен, что, когда выяснилось, что лично Дали сделал 7 голограмм, причем довольно сложных технически, им, конечно, помогали, но я могу себе представить, какие это нужны временные, финансовые и прочие затраты, потому что голография, тоже родившаяся фактически в период его творчества, уже зрелого творчества, его поразила. Надо сказать, что вообще-то он всякими оптическими трюками, вот а-ля Вермиер, занимался и до голографии. Я покажу его стереоскопические или вот бинарные картины, но, конечно, когда он узнал про голографию, он тут же должен был ее заболеть. Значит, еще в 70-м году в Лувре он изучал полотна Джеральда Доу, современника Вермиера, который считается основоположником или начинателем различных явных. То есть, вот Вермиер, это как бы, и, кстати, и Рембрандт, и многие другие, они не очень афишировали оптическую компоненту своего творчества, а Джеральд Доу, наоборот, делал вот эти картины-загадки, стереоскопические картины. Ну, здесь... Что ж такое-то? Главное, чтобы он потом начинает работать. Видите? Может, меня так услышат? Вот и работает, я не знаю, в чем. Так, это уже третий раз, да, или какой? Четвертый, по-моему. Итак, ну, самое знаменитое полотно, значит, бюст Вольтера, который на самом деле вовсе не бюст Вольтера, да, а вот каталонские девушки, здесь, с одной стороны, это профиль Веласкеса, с другой стороны, вот девушка, читающая письмо Вермеера. Ну, и здесь, с одной стороны, пейзаж, с другой стороны, все-таки, вот, тоже девушка, которая там квантованными, там, разными частями, все-таки хорошо читается. Это вот относится к бинарным. Он действительно... делал удачные и не очень попытки прямого использования, вот, оптических, там, объективов, линсфренели, зеркал. В результате, ну, наиболее известная вещь, это уже когда он создавал свой музей в Вегеверусе. У него до этого, еще вот в 30-е годы, был создан коллаж, значит, вот в виде портрета Мэй Уэст, американской кинозвезды, составленный из, ну, таких материальных носителей, не имеющих отношения, вот, к живому портрету. А в Вегеверусе он это увеличил, отмасштабировал. И вот этот зал, который... По нему можно ходить, да, можно посидеть на этом диване, посмотреть эти картины, а потом зайти за стенку и через объектив, ну, с глазок, да, с большой дисторсией, можно действительно увидеть, вот, этот зал уже в виде портрета. Стереоскопический фигурализм для него был интересен, у него было несколько попыток таких. Здесь, значит, нужно, что иметь в виду? Это его... Видите, он же очень часто в своем стиле прочитывал классические произведения, в том числе «Ренессанс», в данном случае перед нами, вот, «Станцы Рафаэля», и «Афинская школа», и «Пожар в Боргу». Но вот это сами полотные уже в исполнении Дали, а вот это, на самом деле, собранное изображение, потому что вот это вот ребро, это угол двух зеркал 60-градусный. И поэтому, значит, именно в этой позиции, если человек встает, то он совмещает два полотна вместе. И вот с такой иллюзией он сделал несколько картин, в том числе, там, вот это Дали, приподнимающий поверхность Средиземного моря, чтобы показать галла рождения Венеры, и стул. Здесь более четко вы видите, что вот сами полотна, вот одна часть здесь, вторая здесь, а вот 60-градусный угол, который, собственно говоря, их и смещает. А меня так вот просто слышно? Давайте. Я не слышу, что не знаю, вот с этим микрофоном все в порядке, да? Хорошо. Итак, вот мы видим, что тема, которая имеет очень большую историю, да, тема оптики и искусства, для Дали была значимой и до изобретения голографии. Вот. Еще один пример, даже в само название, ну, он любил такие длинные названия, да, Дали, повернувшись спиною, пишет портрет гала, повернувшись спиною, и ловиковеченный шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести зеркалах. Значит, вот эта игра с таким известным эффектом, когда вы делаете два параллельных зеркала, одно полупрозрачное, одно глухое, и вы действительно можете умножать сущности, ну, не скажу там, что до бесконечности, но вот в шесть раз действительно это можно сделать. Ну, и теперь возвращаясь к голографии. Значит, ну, несколькая справка, да? Уже в 71-м году, уже в статусе Нобелевского лауреата изобретатель голографии Денис Габбер встречался с Сальватором Дали. Надо сказать, что Денис Габбер ведь свое открытие сделал еще в 1048 году, и в Туне оно оставалось по понятным причинам, потому что реализовать голографические идеи, идеи замораживания волнового фронта, рассеянного объектом, для реконструкции всех свойств трехмерности, да, не могла быть реализована без лазеров. Все попытки реализовать идеи Габбера на ртутных лампах, они давали некий эффект, но это было настолько неэффектно, не репрезентативно, что фактически голография привела второе рождение после изобретения лазеров. И для Дали, вот вы видите, уже после того, как он получил консультации Габбера, он начал создавать голографические произведения, они выставлялись, и даже специально выставлялись, именно как голографические произведения, он фактически стал родоначальником того, что сейчас называется арт-голография, да, то есть это комбинация реальных вещей, полотен, скульптур с голографическими образами. В этом стиле сейчас довольно много художников работает, я не скажу, что довольно много, но есть люди, которые продолжают это дело, но он был первым, эту идею как раз Сальвадора Дали. Голография как искусство представляет себя синтез оптической науки художественного творчества, в котором многие замыслы требуют совместной работы ученых, конструкторов и художников. Вот не только сама техника голографии, но вот эта идея совместной работы ученых типа Габбера или Лейта и конструкторов, инженеров, я скажу, кто ему там помогал еще, и, собственно говоря, его самого, совместная работа, даже независимо от качества результата, уже для него была очень важна. Вот, собственно говоря, предтечи его конкретных техник голографических здесь представлены. Помимо Дениса Габбера, это наш соотечественник Юрий Денисюк, который работал здесь в Ленинграде, учился сначала в нашем институте, потом работал в Государственном оптическом институте, и вот там, где у нас сейчас находится музей оптики, собственно говоря, он и сделал свое открытие. Дело в том, что до Денисюка голограммы записывались и восстанавливались только лазерами, и были принципиально монохромными. Открытие и техника Денисюка позволило делать голограммы цветными и освещать их белым светом. Поэтому это тоже Дали уже использовал. Дальше Стефен Бентон изобретатель радужной голографии, когда одно и то же изображение, вы будете чуть-чуть менять позицию глазок, и она будет переливаться радужными цветами. То есть в данном случае пленка голографическая фотоэмульсия делается клиновидной, и поэтому эффект вытаскивания разного спектра в разных местах он присутствует. Дали делал радужные голограммы по Бентону. А кроме того, поскольку, конечно, он не мог пройти мимо возможности запечатлеть не только статический, но и динамический образ, то есть он назвал это хроноголограммами, когда есть не только три пространственных измерения, а четвертое временное, в этом ему помогала техника Ллойд-де-Кросса, которая фактически сводилась к тому, что некий сюжет коротенький записывался на обычную кинопленку, с каждого кадра кинопленки делалась своя голограмма, они склеивались вместе по цилиндрической основе, и тогда либо вы вращаете этот барабан, либо ходите вокруг него, и голографическое изображение движется. Это вот техника, которую мы тоже показываем у нас в музее, и техника, которой владел Сальвадор Дали. Вот человек, который ему помогал в инженерной части, это южноафриканский инженер, художник, фотограф, Селин Лиссак, и, кстати, после смерти уже Дали, он стал главой очень известной лазерной компании, но приобрел себе имя именно как ассистент Сальвадора Дали. Вот это, да, я прошу прощения, там английский текст, дело в том, что этот материал по голографии я, собственно, позаимствовал в докладе голографической ассоциации, но думаю, что там более-менее все понятно. Вот это первая арт-голограмма Дали, где на фоне молодых женщин Виньона Пикассо присутствует вот это вот живописное полотно, а вот сюда вклеена голограмма, голограмма на пропускание, поэтому она сочетается вот с этим бэкграундом живописным. Сделано в 71-м году. Я прошу прощения, вы понимаете, что голограммы в исполнении там картинок, там фото, они совершенно не читаются, поэтому если вам это интересно, лучше прийти к нам на биржевую 14 и посмотреть это не голограммы Дали, конечно, в реальности, но такого типа голограммы. Значит, это вот магический кристалл Гротто, голограмма тоже сделана в 71-м году на пропускание, и здесь Дали обыгрывает такой голографический калаш, это значит, там тоже есть реальные предметы, материальные предметы и голографические изображения, но речь идет о том, что некий такой объект, святое место, сакральное, который является ну таким порталом для Вселенной. Это 72-го года его голограммы, прошу прощения за качество изображения, здесь, конечно, трудно понять суть, но это с одной стороны вот геометрическая поверхность, в которой баскетболисты превращаются в ангелов, есть изображение земли, сферы трехдюймовые такое, дальше есть портрет Дали, рисующий Галу, и даже маленькая приклеена туда фотография Дали ребенком. Виноват. Вот это даже по названию, смотрите, как он ее назвал, Холо-холо Веласкес-Габар, соединяя между собой художника и ученого. Голограмма 72-го года очень плохо изображаемая, но это монохромная голограмма, она как раз восстанавливалась лазером, вот там внутри у вас опять-таки фрагмент из Менин Веласкеса, и идея такая, вот я говорил, что он хотел очень динамику сюда добавить, и идея была такая, что вот в этом же месте, где когда-то сидели люди, изображенные картиной Веласкеса, теперь сидят трое наших современников и за своим еженедельным покером и пивом их застали. Это голографическое изображение, оно имеет все свойства трехмерности, как и любая голограмма, и вот тогда впервые, поскольку там голографировались живые люди, понадобился 150-милливаттный зеленый лазер, и вообще те, кто хоть немножко понимают голографию, должны, то есть это ясно, что когда вы статический объект голографируете все хорошо, но смещение на микроны уже сбивает все качество голограммы, а если голографируют живые объекты, которые принципиально не могут быть столь статичными, то для этого нужны очень короткие лазерные импульсы, именно эту технику тоже Дали освоил. Вот это его любимая голограмма 1973 года, он назвал ее хроноголограммой, здесь вы видите с одной стороны вот бентоновская радуга, а с другой стороны вот эта цилиндрическая поверхность Ллойда Кросса, которая при вращении дает динамику выступления его большого друга Алиса Купера, который собственно там на голограмме изображен. Вообще эта история дружбы Дали и Купера, про нее очень много написано, вот, ну вот одна из знаменитых фотографий Дали с Боа, со змеей, который под, это Элис Купер выступал уже со своими змеями, их коллекционированием, большой там такой тиражем, и он даже назвал его Сальвадор Дали, эту, эту свою любимую змею. Кстати, буквально несколько дней назад было сообщение, что уже в возрасте Алис Купер у себя на чердаке нашел картину, которую там купил когда-то за 6 тысяч долларов по случаю, а сейчас вот она казалась миллионы стоим, но это ладно. Значит, смотрите, вот это голограмма 76-го года, и в факте, это тоже тип голографирования живых людей, то есть, вот это реальная обстановка, очередной портрет Галы, он пишет, но в то же время, в этот же момент, здесь вокруг сконструировано лазерное освещение, и вот это изображение, оно приобрелось в бентоновскую голограмму. Последняя голограмма, которую сделал Дали, она очень интересна, чисто также технологически, это его знаменитые плавленые часы, суть в том, что он тоже пытался сделать ход времени назад, я вам идею это его рассказывал, и поэтому при изменении освещения или при движении наблюдателя, эти стрелки должны крутиться в обратную сторону, но суть в том, что он задумал это в таком виде, который не мог быть осуществлен при его жизни, то есть, фактически, эта голограмма заработала только после того, как появились новые системы светодиодного освещения, и, собственно, его идея, вот эта философская, она реализовалась уже после смерти. Последний финал заключения, 89-й год, вот это вот Марьян Бюль написала, рассказала беседы, которая четырьмя годами раньше состоялась еще при жизни Дали, когда Дали устроил в своем театре Фигейро симпозиум, вообще Дали, по-моему, четыре или пять научных симпозиумов организовал, оплатил их и его как раз больше всего занимали столкновения разных мнений. В данном случае он свел вместе Рене Тома и Илью Пригожина, сам уже был больной и наблюдал за этим видео варианте, но смотрите, о чем речь. Марья Бюль спросила Пригожина, как вы думаете, что связывает Дали с наукой? Вас не удивляет, что именно фонд Дали организует коллоквиум на тему волнующей современной науки. И вот, что отвечает Нобелевский лауреат. Дали всегда с интересом следил за развитием науки в 20 веке. Кандинский и Мандриан черпали вдохновение в теософии, пытаясь одолеть вакуум, подобный тому, что мы наблюдаем Малевича. Дали создал целую серию работ прославляющих различные научные достижения квантовую механику, структуру молекул ДНК, теорию катастроф голограммы. Он искренне интересовался не только научными открытиями, которые могли найти применение в искусстве, но и базовыми концепциями фундаментальной науки. Это слова человека, которому можно поверить. И, наконец, последний слайд. Ясное дело, что мы говорим о Дали менталитету не мог ставить науку выше искусства. Это очень характерно его цитата 1948 года насчет того, что на земле есть несколько человек, которые могут сделать атомную бомбу, но нет ни одного, кто мог бы сказать, как готовилась смесь, в которой братья Ван Эйк и Ливер Мейл Делфский обмакивали свои кисти. Спасибо. Спасибо, Сергей Танцентинович, за эту потрясающую лекцию, за такой глубокий анализ творчества Дали. Это не анализ творчества Дали. Это взгляд с одной стороны. У нас есть буквально время для одного вопроса, к сожалению, никак не могла прервать лектора, но мы очень ограничены по времени. Мы можем пообщаться потом в коридоре. Можно сделать так. Какой-то вопрос, если есть, пожалуйста, с удовольствием отвечу. Тогда, наверное, мы поблагодарим нашим лекторам. Спасибо большое. Спасибо.